Итак, сначала я задам вопрос, что вот это за штука? Если у вас есть девушка, жена или подруга, совершенно неважно, вы, скорее всего, слышали о том, что существуют щеточки для чистки кожи лица. Да, женщины вот этим чистят кожу на лице, и все бы ничего. Но знаете, что привлекло мой интерес? Моя женщина попросила ей купить вот такую. Это щетка Foreo Luna Mini 2 за 12 тысяч рублей. И мне просто стало интересно, за что? За что такие деньги? И именно поэтому я купил две таких щетки. Одну я подарю своей женщине, как она и хотела. А вторую мы сегодня с вами разрежем, вскроем. Не знаю, можно ли ее разобрать, чтобы посмотреть, что внутри у щетки за 12 тысяч рублей. Когда я впервые эту штуку увидел, честно говоря, не сразу понял, для чего это и как этим пользоваться. Но потом мне объяснили, что это для лица. То, что ей можно умываться, и то, что она даже макияж не смывает. И в целом, да, это удобно, если ты женщина или Андрей Петров. Или вот этот товарищ. О, хеллоу, everybody. What's up? Welcome back to my channel. Hi. How are you? Мне, как мужику, очень сложно это понять, потому что я обычно умываюсь просто водой. Даже не мицеллярной или какой-то еще, а просто водой из-под крана. И мне, как мужику, интересно, почему эта силиконовая щеточка стоит 12 тысяч рублей. Думаю, что другим парням, которых девушки тоже просят им это покупать, тоже интересно, почему, зачем. Для начала давайте посмотрим на эту щетку снаружи. Сама по себе щетка покрыта силиконом, притом не обычным, а ультрагигиеническим, медицинским, что препятствует появлению бактерий. И это я не сам придумал, это просто на упаковке написано. Вот там, смотрите. Gentle and Hygienic Silicon Brush. Тут две рабочих стороны, у них разные щетинки. Я так понимаю, что вот здесь, где большие щетинки, это для жирной кожи. Ну, а если с лицом все более-менее норм, то тут для этого есть другая сторона, тут щетинки поменьше. Всего-то надо умываться такой щеткой два раза в день по одной минуте, и кожа лица уже выглядит более гладкой и здоровой. Но, посмотрите, тут еще есть разъем для зарядки. Это значит, что внутри что-то есть. А это уже интересно. Зарядка идет от такого кабеля из комплекта. Он включается просто в любой блок питания, там в компьютер или куда угодно, не важно. Но, самое интересное, то, что разъем для зарядки-то у нас открыт. И, смотрите, у него нет никакой заглушки, ничего. Несмотря на это, щетка полностью защищена от попадания влаги и пыли. И это, ну, естественно, потому что пользоваться-то, наверное, такой штукой надо в ванной комнате, да. И поэтому, если там случайно придет в раковину или в ванну, не страшно, она защищена. Я поставил эту щетку на зарядку, и неожиданно для меня у нее загорелась подсветка. И знаете что? В целом это выглядит прикольно. Но самое интересное, для чего это все нужно. Тут у нас спереди есть три кнопки. Непосредственно кнопка включения и регулировка скоростей. Всего здесь есть восемь режимов работы. Но что вообще происходит, когда мы включаем эту щетку? Она начинает пульсировать, при том очень быстро. Ее можно поставить на стол, смотрите. Вот она будет вот так скакать. Скажем так, скакать. Давайте разберем и посмотрим, что заставляет ее так неистово прыгать по столу или там по коже лица, не важно. Честно говоря, даже не знаю, с чего начать, ведь корпус защищен от влаги, поэтому у нас все закрыто. Открыт только разъем для зарядки. Но снизу, смотрите, есть вот такая этикетка. И возможно, что если ее всковырнуть, то под ней что-то окажется. Аккуратно вот так ее поддеваем, удаляем и тут ничего нет. Ну что ж, выбора у меня не остается. Придется ее резать. Силикон очень мягкий, смотрите, как он легко разрезается. Вот так делаю просто продольный надрез. Очень плотно все залито силиконом. Я даже не могу его отковырнуть, чтобы посмотреть, что там внутри. Честно говоря, я думал, что у меня получится просто разрезать эту щетку пополам, но нет. Нож сразу упирается в какой-то твердый корпус, поэтому пришлось разрезать щетку деликатно. Сначала по видимым контурам, ну а потом уже и пытаться просто отковырнуть этот силикон, потому что иначе просто никак. Нож то и дело застревал, упирался в корпус. Приходилось некоторые куски силикона даже буквально просто отрывать руками. Благо, что он очень мягкий и очень легко рвется. Но так как он был приклеен, естественно, я не знаю технологии производства силиконовых щеток для лица. Мне важнее просто заглянуть, что находится у него внутри. Но для этого приходится снять вот такую оболочку, такими движениями, как будто бы я просто разделываю рыбу. Это вот где-то на половине пути, а только смотрите, как тяжело это дается, сколько там надрезов. Если пытаться оторвать этот силикон, он просто разрывается. В общем, я понял то, что отрывать силикон руками это совершенно не выход, поэтому пришлось дальше орудовать ножом максимально деликатно. Опять же повторюсь, как будто бы я разделываю рыбу, отделяя вот шкуру от мяса, да. И вот тут уже, кстати, начинает проглядываться кнопка. Вот, то есть кнопка управления, она тоже, смотрите, от воды защищена. Полная герметичность вообще и до сих пор не видно никаких ни винтиков, вообще ничего. Я даже не представляю, как дальше этот корпус надо будет разбирать. Но перед тем, как разбирать корпус, надо удалить весь силикон, ну а это нифига не просто. Каждый раз, когда я пытался подстегнуть большой кусок силикона руками, он просто у меня отрывался. Видать, без ножа тут совершенно нечего делать, сейчас главное не порезать пальцы. Собственно говоря, вот, 15 минут орудования канцелярским ножом, и я готов показать вам, как выглядит силиконовая щеточка Форова без силикона. Вот так она выглядит, проглядываются три кнопки управления, она все еще работает. Смотрите, снизу у нас вот там начинает светиться подсветка. Самое интересное, что больше здесь ничего нет, то есть три кнопки и разъем для питания. Ни винтиков, ни болтиков, вообще непонятно, как они ее так собрали. Зато можно с полной уверенностью сказать, что она на 100% защищена от попадания влаги и пыли, потому что в воде здесь попросту попадать-то некуда, все запечатано. Но дальше я заметил небольшой шов, судя по всему, корпус склеен. Сейчас попробуем его разъединить. Ну, а разъединить корпус оказалось ничуть не проще, чем срезать силикон, и тут даже пришлось уже применять грубую силу, потому что иначе он не открывался. Я так понимаю, что внутри все посажено на клей, но, тем не менее, через какое-то время я смог увидеть внутренность силиконовой щетки, и вот так она выглядит в разобранном состоянии. Собственно говоря, давайте разбираться, как она тут вообще работает. Когда мы включаем щетку, у нас начинает работать вот этот мотор, который создает пульсации на 8 разных скоростях. Собственно говоря, это отчетливо видно в замедленной съемке. Слева это первый уровень, а справа это максимальная скорость его вращения. Но при этом, если замедленную съемку выключить, то разница особо не будет заметна, но при этом она есть. Мотор начинает крутиться, появляются пульсации, щетки снаружи начинают пульсировать, и именно благодаря этому получается удалять грязь и всякое там нежелательное с кожи вашего лица. Но щетку мы до конца еще не разобрали. Давайте открутим все детали, посмотрим, как выглядит аккумулятор, и вдруг там есть чего еще интересное. Все это очень легко откручивается, часть деталей здесь приклеена на клей, опять же для того, чтобы вода не попала внутрь и все у нас тут не поломалось. А вот, собственно говоря, и аккумулятор. Производитель обещает нам до 5 месяцев работы без подзарядки. Для того, чтобы это проверить, надо посмотреть маркировку аккумулятора, какая у него тут емкость. Сверху какой-то номер, я так понимаю, что это серийный номер изделия, он нам сейчас не нужен. Нам важнее информация о самом аккумуляторе. Нужно счистить клей, чтобы она проявилась. И теперь мы видим то, что это аккумулятор на 3,7 вольт, емкостью 420 мАч. Ну, а вот это, скорее всего, дата изготовления. Кстати, в этой щетке же еще была и подсветка. Вот она, смотрите, два белых светодиода, которые начинают мигать, когда устройство включено или когда оно заряжается. Собственно говоря, вот и вся щетка. Вот так она выглядит в разобранном состоянии. При том, смотрите, она еще работает, если ее включить. И интересно посмотреть маркировку непосредственно мотора, для того, чтобы узнать, как долго он сможет проработать. Для этого удаляем, опять же, все, что на него тут сверху приклеено. И дальше мы можем потихоньку разглядеть его маркировку. И что же с ней делать дальше? Здесь у нас особо-то ничего не указано, ничего не понятно. Но, если забить это в гугле, то мы с легкостью можем найти этот мотор, а с ним и всю информацию, все его характеристики. А дальше уже не сложно, получается, посчитать, как долго этот мотор сможет проработать на одном заряде батареи. Если вы знаете, как это сделать, то можете посчитать и написать, что у вас получилось в комментариях. Итак, я только что разобрал щетку за 12 тысяч рублей. И вот, что у нее оказалось внутри. Вот уж не знаю, по какому принципу именно работает вся эта технология, но, поверьте мне, ажиотаж вокруг этой штуковины в женском мире очень сильный. По крайней мере, моя женщина постоянно просила мне, купи, купи мне такую штуку, купи мне такую штуку. Я все думал, зачем, зачем? Ну, теперь хоть посмотрел, что там у нее внутри. И самый главный вопрос. Жалею ли я о том, что потратил на вот это 12, а если в совокупности, то 24 тысячи рублей, ведь я же купил их две? Ну, что можно сказать? Во-первых, у меня получился, как мне кажется, интересный выпуск. Я разобрал форео, показал вам, что внутри. Это, кстати, заслуживает лайка, нет? Но, во-вторых, наверняка на это есть китайские подделки. Потому что китайцы сейчас подделывают вообще абсолютно все, что популярно. А эта штука очень популярна. И тут возникает вопрос, а есть ли смысл покупать оригинальную щетку за 12 тысяч, если можно купить, ну, где-нибудь там в Китае за тысячу, допустим. Скорее всего, именно столько она и будет стоить. Когда начинаешь задумываться над таким выбором, стоит учитывать сразу несколько вещей. В Китае будут намного хуже материалы. Не факт, что будет полноценная водозащита. А тут, судя по количеству силикона и то, как долго и мучительно я пытался его отодрать, водозащита просто абсолютнейшая. Ну и плюс непосредственно качество самих деталей. Там аккумулятор будет померче, да, моторчик тоже будет более слабый. Честно сказать, ситуация с этой щеткой очень сильно напоминает мне ситуацию с наушниками Beats пару лет назад, когда в России их еще даже особо-то не завезли, но зато в каждом дворе школьники ходили с наушниками за 15 тысяч рублей. Естественно, не официальными, а которые они купили в Китае, и не за 15 тысяч, ну, а там за 500 рублей, допустим. Просто внешне они выглядели одинаково. Я всегда смотрел на этих школьников и думал, парень, да ты крутой, идешь в наушниках один в один, которые выглядят как оригинал, но только зачем, если звук у них полное говно. Точно такая же ситуация и с этой щеткой. Вы можете купить где-то похожую на Алиэкспресс, она будет выглядеть точно так же, но вот только смысл в ней, если она не будет работать. Я уверен, что внешне-то они ее скопировали, а вот внутренности вот эти все навряд ли. А вообще, чтобы не быть многословным, давайте как сделаем. Если этот ролик соберет 50 тысяч лайков, то в следующий раз я закажу эту самую китайскую подделку, может быть, даже несколько подделок на эту щетку. Мы их тоже разберем, разрежем, посмотрим на их внутренности и проверим, есть ли смысл переплачивать. Но я почему-то уверен, что в китайских подделках все будет намного хуже. Ну, а пока что в описании к этому видео я оставлю ссылку на оригинальную щетку Foreo. Там же будут и остальные полезные ссылки на мои социальные сети. И, что немаловажно, там будет кнопка подписаться на мой канал. Ну, это, знаете, в случае, если вам понравилось это видео и вы хотите посмотреть что-то еще. У меня же на сегодня все. Мы разрезали с вами, друзья, щетку за 12 тысяч рублей. Возможно, если моя женщина узнает о том, что щеток было две, независимо от того, что я ей подарил уже одну, мне все равно прилетит. Вот. Но я с этим уже что-нибудь придумаю. Спасибо за просмотр, друзья. До скорого.